2015 год выдался, как всегда, насыщенным на поток новостей. Жизнь бурлила во всех сферах – социальной, культурной и спортивной. Начну с благотворительности. Я отсняла порядка 20 репортажей о благотворительной деятельности компании «Росгидро». Чебоксарская ГЭС подарила детским садам новые спортивные площадки, обеспечила все городские и школьные библиотеки книгами и альманахами. Одним из самых моих любимых мероприятий стал традиционный энергозабег ползунков. Здесь вместо специальной трассы был ковер, а вместо именитых спортсменов – те, кто еще и ходить не умеет. Забег прошел в рамках празднования недели энергетики. Продолжая тему детей, отмечу юную талантливую художницу Варвару Гусельщикову, которая неоднократно уже была героиней моих сюжетов. Помимо художественного творчества, пятилетняя горожанка пишет и стихи, и в этом году презентовала свою первую книгу. Одним из значимых официальных событий стал визит в Ночи Боксарск Дмитрия Медведева. Председатель правительства России прибыл в Чувашию 17 февраля. Он провел в Ночи Боксарске заседание Президиума Совета при президенте Российской Федерации и дал старт промышленному производству солнечных модулей в нашем городе. А для всех православных главным событием года стал визит 2 августа в праздник святого пророка Божия Ильи, святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он возглавил служение божественной литургии в соборе святого равнопостольного князя Владимира. Тысячи верующих ждали этого события и пришли помолиться и увидеть патриарха. Помимо того, что 2015 год юбилейный для города, праздничным он стал и для ряда школ. 30 лет отметила 14-я школа, юбилей отметила 3-я школа и 25 лет – 18-й лицей. Образовательные учреждения поздравляли выпускники, ветераны педагогического труда. Все те, без кого бы не было этого праздника. Любимым всеми и мной в том числе стал очередной конкурс красоты Мисс Новочебоксарск 2015. 20 красавиц нашего города в течение месяца радовали глаз каждого зрителя. Среди конкурсантов были определены Мисс Бикини, Мисс Спорт и Мисс Дружба. Главную корону ежегодного конкурса получила Диана Алимова. После чего девушка не раз отличалась на других республиканских и международных конкурсах. Не оставлю без внимания и тему спорта. Новочебоксарский хоккейный клуб «Сокол» в этом году не раз сменил свой тренерский состав. Несмотря на это, команда старается достойно проводить все игры. Пусть наши хоккеисты далеко не лидеры, но болельщики по-прежнему любят свой клуб. Тем более в этом году «Сокол» отметил свое 40-летие. На празднике встретились ветераны Новочебоксарского хоккея. А юноши 2004 года рождения провели турнир в рамках празднования этой даты. В столице Чувашии открылся новый ледовый дворец «Чебоксары-арена». Это современный многофункциональный комплекс, аналогов которому в республике еще нет. Открывали стадион президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и фигуристка Ирина Слуцкая. Одним из самых зрелищных спортивных праздников стал Кубок чемпионов по кикбоксингу. Впервые спортсмены из Нижнего Новгорода, Ульяновска, городов и поселков Чувашии, а также из Грузии и Турции прибыли в Новочебоксарск, чтобы сразиться в равном бою. Плодотворно в этом году я поработала с Управлением Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Чувашии. Их деятельность невозможно переоценить. Наркоконтролем были ликвидированы десятки притонов, выявлены реальные наркопотребители и пресечена деятельность распространителей. Также были проведены мероприятия по уничтожению изъятых из незаконного оборота наркотических средств. День города в Новочебоксарске прошел очень насыщенно. В течение двух дней все площадки города были полны людьми, где проходило множество мероприятий. Кульминацией праздника стало выступление российской поп-группы «Инфинити» и праздничный салют. Одним новым развлекательным проектом у нас в этом году стало больше. Детки в эфире полюбились многим. Здесь наши юные коллеги, дети от 7 до 13 лет, пробовали себя в новой стезе в качестве корреспондентов и ведущих, а также учились готовить репортажи и даже брать интервью. Одним из последних мероприятий в уходящем году стало красочное открытие резиденции Деда Мороза. Теперь до конца новогодних праздников ее сможет посетить любой желающий. До 10 января включительно главный герой Нового года Дед Мороз вместе со Снегурочкой и сказочными персонажами ждут ночи баксарцев и гостей города к себе в гости. Я надеюсь, что весь год вам с нами было интересно, а новый 2016 год принесет еще больше хороших новостей. Поэтому увидимся совсем скоро. Субтитры создавал DimaTorzok